что ребят выбирать сейчас команду на сторону выбирает пик и мы начинаем игру а вторая игра ну чтож пожелаем командам удачи я надеюсь это будет интересная игра и жду счета 22 это сильно первый бан от команды кайф лайф думаю то же самое будут банить сначала героев саша самых результативных александра поменять свою стратегию может быть это им поможет увидим не понравилось им играть против энчи свою первую карту сразу же она у них улетает аниме империал сразу же банят сталкера что думаешь холоде по поводу бана сталкера не знаю ничего не думаю на и stalker вы это не тот герой который нужно банить принципе показал на этом они достаточно плохо у них играть потерял и решает все таки отправить его бан хотят она поиграть темпикам которые нуждаются в определенной позиционке чтобы напасть на на врага или личный vision была на рейн просто абсолютно не нужен или можно думает просто взять котла не знаю вряд ли но посмотрим бруд мазер у нас сразу отправляется бан от кайф лайф тоже бан от бруды на этих двух картах не хотят играть они против сашек лоперка понимаешь что это его сигнатурный герой и сразу же банится у нас этот герой и никс также улетает в бан может вы хотят набрать какие-то снова героя в котором не сильно приятные года против них играет никс или пугно и прошлое не хотят играть против никса тоже достаточно грязный герой красоты для кого-то массу льта очень сильно могут решать ну и первый пик за команды кайф лайф у нас идет микро фас ну и не отвечает даже имперчиком на имперчике поэтому это будет сильно и в поиске свой туда сразу отправиться вторым пиком для команды imperial кто будет идем играть узнаем но я думаю что феникс это очевидно аутсов если свой да еще паба подумают ребята выглядит уже сильно ставится купол ставится яйцо закидывается птички туда лазеры никакой некрофос не не переживает такую ну и плюс хоть некрофос тоже грязный не забываем то что феникс кстати натурный игрок герой который играет нас имперчик на нем тот герой которая даже про игроки на его начали брать из-за того что этот человек начал на нем играть и им очень понравилась игра я знаю то что у многих профессиональных игрок начали набрать феникса и благодаря тому что на нем начал играть имперчик и показывал хороший результат ну и не забываем то что он добрался именно на этом героев до 7000 сайлин сера хотят законтрите это эту комбинацию с помощью этого героя с помощью одной кнопки но я думаю посмотрим когда будет реализовано все-таки одна кнопка нажать ее будет сложно если команда будет инициировать империал первая ну посмотрим как ты думаешь кайф-лайф нас удивят это будет саленс сэр саппорт или что-то иное я думаю скис саленсер саппорт потому что они его чисто взяли чтобы затыкать этих двух героев ни на что больше по сути не должен быть способен на этой игре кроме как покупать варды и там смоки и доварить может быть и помогать своей команде но это сто процентов не кэри это сто процентов не мидлайн сало потому что ну не сильно настолько героев чтобы пикать его в мид хотя посмотрим что придумают с ним кайф-лайф видим третий бан идет сейчас будут банить кайф-лайф дачки либо героев которые мне нравятся или на которых команды империал показаться слишком сильно хорошо но одного они уже упустили взяли на фп не феникса поэтому это уже большая доля победы для команды империал на этой карте загадывать ему тренд протектора является нас бан для команды кайф-лайф я не думаю что империал вы добирали еще себе тренд протектора да он по сути здесь и не нужен оксан герой по себе неплохой хочу тебе сказать поэтому ускорее все забанили много может сделать грязи может быть они рассчитывают на фаст пуша как ты знаешь тренд протектора или ты вышки ставить варды с аганимом и делать очень много грязи для аганима еще нужно дожить чтобы они появился конечно конечно мы не забываем что тут играют сильные игроки которые знают правильно как формить артефакты не имея при этом крипов объясню каким способом это все делается просто бегаешь ромишь получается за это голду которая на киллах можно заработать но и всем временем команда империал нас банит шейкера который сейчас у нас король нашего патча врывается во все пики и банят расту видимо что-то знают не хотят видеть этого героя неприятно им сам герой по себе сильный суппорт как раш то этой фаст пуш змейками это плюс сетка это хекс моментальный который нужен какой-то определенный момент поэтому банится этот герой ну или на не хотят они играть против лину видели не лину на мидла и не от империал и понимают что-то достаточно сильный герой против которого очень сложно стоять этому герою и кунка на четверочку нас отправляется от команды империал но еще и лину забанили потому что если на основу пойдет мид и уже к некрофосу это в астрал во второе не уйти чтоб похилиться лина просто затыкает закинет лагуну минус некрофос да это не тот герой которому стоять против лину свободно поэтому банится этот герой от команды кайтлайф я считаю это правильным баном но я надеюсь они не забанили и потому что они проиграли против него в первой игре а именно забанили потому что она контролить хорошо очень некрофос владислав не хочешь провести с нашим чатом интерактивчик разыграем мы сейчас одну имморталку дорогой чат дорогие зрители вам нужно предсказать с каким точным счетом и в чью пользу закончится данный матч и победителю кто-то правильно угадает достанется имморталка на баньшу юбка из-за которой ваш первый скилл будет летать очень очень далеко и результативно и за предоставленные имморталки конечно же спасибо катаваси ставки на спорт ладно шутим просто катаваси это хороший паблик где можно всегда зайти посмотреть всякие мамасики и много чего интересного до прогноза и по весьма мастики и мы мастики посмотрел и денежки заработал ну вот что ждем четвертый пик от компан команды империал так и третьим пиком все-таки кайф лайф у нас взяли сен кинга понравилось им с ним играть но все-таки герой хороший вносит много импакта в игру согласен влад а да конечно безусловно просто я в то время сейчас читал чатик и немножко сосредоточился на этом пытались вникнуть в тему который не там раз задвигают но никак не получается что они куку ванху это не понимаю слишком сложно стрим-стайпер да андре аматором подрабатывает на пиках ну да может быть вполне вполне так и все-таки они моим перел задумываться берут уже дополнительное время все что-таки сделать какой четвертый пик что забирать сейчас это будет скорее всего будут наверно брать час мид или думаешь они до пятого пиками придержит не знаю насчет мида но я не всегда берут четвертым пиком какого-то кора ну кор здесь уже есть поэтому но нет это саша clockwork для сашек локверка блин как-то сильно ровлет империала просто на своими противникам берут сигнатурных героев и тем больше ну как бы уменьшает шанс победы к это действительно выходит просто керри войд который старый добрый врывается за купол убивает и отсылает востоверну я сейчас немножко напомню что андрей куку иванченко тоже это для него практически сигнатурный герой он на нем тоже хорошо играет и то есть выходит кунка тоже сигнатурная четверка осталось добра только сигнатурный мид и поехать вилан и просто думаю 50-0 нас ожидать 20 20 поправочка счет не матча а счет убийств простите сложно короче что нас владислава ровлет не понимаю сам его приколы поэтому ждем четвертый пик от команды кайф лайф и продолжаем уже нашу аналитику по банам и по последним пиком врач кинга пикают нас команда кайф лайф и последний бан от команды кайф лайф о века как ты смотришь на то что был пикнут данный персонаж вообще никак этот персонаж ничего не делает потому что вику будут убивать вот с диффузами тем более феникс который просто будет накидывать на него замедление отлично просто не сможешь нормально ударить и плюс слабый пик от команды кайф лайф не могут они предоставить ничего команды империал должна дома на данный момент даже если бы это были не сигнатурный герой для империал это достаточно слабый пик непонятный какой-то керрика для команды кайф лайф ну видимо ребята не знаю что предоставить что-то получше ибо это не инвокера qq уже написал что это матч выиграет кайф лайф вот будет счета 030 видимо очень хочется ему марталочку на баньшу ровно это нашу вин о пейн последний пик у нас залетает хроносферу кайф лайф я честно я не понимаю куда сейчас пойдет некрофос чтобы делать или это квапа куда-то уходит на другой line что это вообще парни шумы на пик или номер два я не знаю куда что у меня ну и зачем это все было в принципе в принципе это может быть повторение прошли айты то же самое гроша и игры просто пойдет сэн кинг сайлансер в рискинг пытаться бить вайда некрофос пойдет фармить и зилы так подожди давай посмотрим что был пикнут пятым героем пятый керой для баллони это skyros мейдж ну сильно сильно неплохо неплохой пик для империал и это фиаско по пику для команды кайф лайф потому что мне этот пик вообще абсолютно не нравится но кто я такой чтобы их судить поэтому давайте посмотрим что у нас будет происходить в этой игре ну конечно же жду хорошую доту надеюсь она все таки у нас здесь будет но судя потому что команде империал отдали все их всех их лучших героев персонажей сигнатурок просто насчет skyros мага я правда не знаю уточнишь эту информацию skyros маг тоже входит в пул нет я уверен что было не на нем очень хорошо отыграет а это а это ж медовый это у нас бедовый skyros мага то есть кто бы ни стоял некрофос или квапа придется довольно таки трудно потому что будет закидывать первым скиллом купит себе тренул талисманчика и все мид выигран ну чтож берет сразу себе самкин сапог будет он опять хромить а пока что взял флаф пока что пишут что и карус в окно сделали сложно ладно skyros маг будет запулин у нас станка пойдет у нас мид кэри у сбудут поиске свой на нем будет играть кукла иванченко диско допыта на саша клофер который играет на саши клофе который будет играть на клофе это было 3 пол из 3 и ползлил для них слышно это будет очень жестко феникс пока что не закупался феникс то у нас феникс который играет на феникса ему заиграть импери и мусор ты не нужны ему дали феникса это уже слот ясно кунком сапог и тоже ровный такой молодой человек который будет бегать и все-таки давай посмотрим что там противоположной команды давай посмотрел не отчаиваться немного в них хотя бы верить может они что-то сделают может не сделают посмотрим увидим покомментируем давай я пока что аниме тян порисую пока есть возможно давай посмотрим на рошана пока он живой это не аниме тян это какой-то человек которая увидел пик команды кайф лайф и говорит что за хер на доту час назад и он увидел этот пик и сейчас опять дота у нас кашниться и я думаю просто габан смотрит на эти пики и говорит парни дота не для вас так кое-какой знак нарисую кто поймет это вот это парни я наруту узумаки это вот это когда если что еще будущий хакаги а вот эта сторона эта команда это просто сильно это просто сильно но не значимся различие время паузы могу порисовать какие-то лица давай посмотрим что нам чатик хоть пишет посмотри так но опять как говорится игру мы посмотрели пора бы и морталки разыграть что мы напикали 2 всех все и все там раздает комонки все все ушли к себе за комонками на шо мы напикали номер 2 совершенно согласен но твой ник я в твиче прочитать не могу хотя подожди ты софт китти да ты что вы можете сядешь на место комментатора быстро обрабатываешь информацию я думаю я просто не достоин тут сидеть рядом после тебя поэтому я надо делать паунцев окно но я же не amazing и не дубовой ты я просто дементьев алексей у тебя есть одно ты мазинка два владислав и это вполне достаточно что это не у меня тебя владислав у тебя от меня владислав может и владислав так это может я владислав они ты владислав все меньше одна же кропла в людей на стриме ты понимаешь сега просто сказал ахона стрим сейхи тоже кому дочек под крафт вырубаем это может там папич стрим где мурси гель альтабы альтабы что там имперчик что это за и карус в окно магазин побежал слишком сложно украины не патриоты в общем как ты думаешь они снова пойдут втроем и выиграют линию знаешь я вообще ничего не думаю здесь и так думать надо я вообще ничего не надо команде кайф лайф думать что им пика следующий раз на 3 на третью рука да они мало ли может попадутся у заранее ничего могут упасть да я так понимаю попадутся они в лузерах и потом пускай думаю что им пикать потому что сейчас откровенно их не пик это абсолютно какая-то ересь я вообще ничего не думаю владислав мэйзинг тубовой спасибо и можем вам сказать что катавасия сейчас предсказала для вас всех закончившийся матч против team empire против ог с коэффициентом 17 ставка у них была на 1000 гривен в итоге они получили 1700 в общем присоединяйтесь катавасии и будете получать хороший заработок смотря на любимые картинки так наконец-то с имперчик с поднялся с первого этажа на 5 и сейчас будем у нас уже начинаться игра вперед у нас пишет куку иванченко и сейчас будет игра я уже жду наконец-то чтоб это все комментировать что очень интересно как насколько быстро пелем выиграет команда кайф лайф не надо начиная тут в рейс кинг убивать два раза верю я не верю ты слишком много сигнатурных героев для этих игроков это просто игра в одну калитку ну а тут час хоп а в рейс кинг это стендин и там играет папич ну это сразу сто процентов винстрик для империя империал потом нет а он такой работяг и скрытого пула ладно хорошо а в смоке команда уже надвигается на мид кунг оставит нас здесь сразу опс такой интересный скорее всего будет не дефолтный профит немножечко и поставить сейчас у нас здесь вардик или не поставит ну посмотрим то сайт здесь у нас об сервике и команда врага сейчас надвигается на топ шрейн на свой шрайн называется смоук у салин царя имеет у нас два варда один центра из них и два опса ну что же ребята заходят на хайграунд час увидите здесь петушара петушара и здесь видит ну и как всегда кто-то мне звонит в двери без пара без спроса я надоело на него мы на этом констатировать внимание и что же продолжаем и здесь увидел здесь их было не хватит он здесь на веточку никто не ходит ее брать поэтому лучше побои муров и кстати насмешка на петуха так что все достаточно прикольно прикольно насмешечка у нас на петуха ну и что ж игра у нас продолжается остается 14 секунд до и мы начинаем так виноват пока наберется рону никто с ней я не отжимал и сейчас спокойно больше себе крипчиков кстати два таких интересных фонаря стоят у нас на линии немножко ближе этот немножко дальше видит он радиус героев на этой части но не видит уже радиус руны ну по сути на и не нужно здесь вижу на руну я все-таки не понял идею решили пойти 221 и ты как-то непонятно могли уже пойти 311 и хотя бы загнобить одну линию попытаться что-то сделать показать противостояние навязать какую-то борьбу но нет решили пойти 22 ну хотя саша clockwork стоит а вот как раз команда империи в этой игре пошли 113 я не думаю что саша коль кто будет сильно проседать у нас но в свою же очередь некрофос один будет немного и же кунка начинает немножко развлекать меня здесь гидро хоботана есть у него здесь торрент получается тренд поюзнуть на некрофоса ну и кунка развлекая отходит спокойно себе дальше добивает крипов дыма в этом не мешает и все хорошо кстати на топе здесь любили диска доклада саша колька отправляется на ставерну когда видимо загулял может быть кого закрыл самого врач кинга и потерпел фиаско ну я надеюсь что было не стоит хорошо мид у queen of pain уже приходится и затей фласочку и моментально же сбивает ей скорость мы еще эту фласочку на топе у нас принципе здесь ничего пока что не происходит здесь меди санкинг сейчас будут подкапывание здесь было не было не здесь по стриот немножечко его харасит здесь сквопа и все-таки спасатель и жизнь фьюри фаера и умирает здесь было не все-таки решили во второй игре попытаться навязать какую-то борьбу с самого начала посмотрим что вот так локер здесь вместе развлекаться вместе с лала на бойс и не добивает его лана на бойсу зайцев ласка не помогает ему все-таки пережить первый скилл сайленсер и отправляется в тарьер ну это уже 020 же клокер к их как-то странно не замечал за него раннего и да ну как-то попытался здесь разместиться в рай скингом и не получилось может просто сильно поверили в себя решили раз нам дали всех наших лучших персонажей то у нас все выйдет но нет так то было сейчас было не не знаю что санкинг есть в инвизи так как варки спалил руну и здесь может быть выход час на было не есть уже подкоп есть третий скилл есть пассивочков на санкинга ждет хороший момент а здесь queen of pain практически имеет четвертый уровень но нет только третий и сейчас будут что-то делать стопит здесь его гидро хоботан спалил тем этим себя мне кажется и сейчас просто будет своего выиграть или нет все таки не заметил я не поверю чтобы они с таким уровнем игры не заметил что здесь стоит сам кинг и здесь еще будут подкоп от санкинга не максимально быстро провязана было салат получая даггер в спину принципе отходит не вышло реализовать инвиз как хотелось но по крайней мере немного харасят в миду sky рама не давая ему разгуляться как он хочет ну и саша клокверк начинает уже немножко нагреть на линии метод всего лишь один четыре крипстат очень мало криптов добито но все-таки этот человек понимает играть на этом герое не зря его зовут саша клокверк и и не зовут его по-другому правда но ник он имеет саша клокверк и он знает как играть на этом персонаже ну и на боте постепенно сформить себе воет имеет топовых крипстат вместе со sky 1 магом и сейчас чтобы выход на попытались из-зацепить сашу клокверк или просто откинули я не могу сказать точную информацию так как не заметил это все более спокойно хоть уже команда 1 3 имеет на третьей минуте и саша клокверк немножко подфиживает на этой карте но я думаю это не стоит но все равно нам видно что у нас вырвались вперед с отрывом воин скайрамом немного по крипам здесь же саша клокверк может немножко встрять ужаса на него слава безнадежный телепорта саши клокверка это тоже 0 3 за александром александр что с вами сегодня почему вы так видите такой принципе не тяжелой даблы которая стоит у него на топе я не понимаю ну ладно немножко поверил себя может правду говоришь и немножко расслабился бегали в себя невозможно расслабили может специально дают возможность противникам пору какую-то а там имперчик потом врывается с икаруса и минус трон и карус в окно и карус в окно ну что ж ну заметим что у нас скайра смейш добивает уже 17 крипа у queen of pain забирает очень много крипов очень хорошо кс у этого героя плюс еще откидывается скиллами и недостаточно плохо получается фармитесь на линию queen of pain никто и не помогает здесь же вот врезается здесь в некропаса приходится про юзать нему скорее всего второй скилл но все-таки до конца не уезжает ждет и производятся стики но пеникс его очень сильно палит и здесь он скорее всего не переживет такую атаку от команды империал и это фраг команду копил империал тем временем на топе клокверка пытаются догнать но безуспешно безуспешно и он еще забирать с собой пачку грипов уводит себе в лес где успешно их зафармит ну не в лес или по тавору сейчас посмотрим вообще просто их отпускает он не он отпускает они сами отходят что на возвышенности они возвращаются обратно на линию и санкинг уже пытается здесь помочь немножко загнобить здесь скайрусмага на скайрусмаг он отходит себе на шранча откидит себе ману имеет 2 нул талисмана будет выходить боттл имеет шестой уровень и топовый нитворс на карте сейчас проверим даже нет не топовый я ошибся ну по добиванию топовым был ну что ж здесь же некрофос на данный момент тоже может сейчас немножко под 5 обходит его немножечко пункта имеет он второй крест сейчас будет вязаться крест нет подожди отменяет от меня здесь крест сейчас будет вязаться здесь крест вязается здесь торрент вот достаточно очень далеко ну и феникс вместе скульпт начинают его просто палить видит здесь не просто что кунка то есть не феникс достаточно пяточный гонится с ним до конца имеет три стика имеет фьюрик начинает здесь убегать есть ману не у на второй скилл и здесь же санкинг на помощь подходит делается хороший подкопа двоим куку прыгает за спину и здесь аквапа подходит получать все тратрифтор энд ну и куку здесь отсюда просто никуда не уходит вязается безнадежные стики и умирает здесь же сейчас дункан за ним отправиться если обратно поезло забрать еще здесь некрофоса но все равно в одного хардлейнера потеряли кора и четверку размен все-таки в пользу крайне безусловно так и есть но не стянули мидера которая по крайней мере начал ходить гангат по карте ну и скажу смог сейчас прикольно свободно фармите на линии и здесь же саша колокер 4004 уже имеет на седьмой минуты как-то очень много фидит не успевают к нему не феникс подхилить лазером не конкает никакой торрент откинуть ничего сделать пока что дела идут только не очень у клопы потому что ей не дают вы фармить ничего так подожди здесь как-то сейчас должен быть это экшен и же салатки 2с попасть моментально получает сало переживет ли это целый нет да переживает нет не переживая здесь же скажу смак очень сильно подстрелять но феникс очень максимально пытаться здесь за сэйвить бежит он на вражеский шрайн пытаться здесь монтить нет никакого рожеского героя просто уйдет и отступает команда империал размен 1 0 за команда империал все достаточно неплохо здесь соберет руны кстати очень рано прожал здесь боталка там просто прожимал он его прожимал чтобы не умереть от курсы сайлансера нервы но просто прожимал на всякий случай прошлом он был уже на пяточках там осталось 30 с лишним все равно ладно давай будем смотреть что здесь происходить дальше винов пейн имеет уже ботова пришлось ему купить рейндроп и сейчас будет фармить себя сапог а дальше подбомки вас нашим будет себе тарить москарус мага есть уже практически аркан бутс и там уже посмотрим тоже купи купил себе капли чтобы как-то защищаться от магического урона джек дэна спротив magic дэмэджа как еще играть в плане того что капли все-таки они с ну говорим они спасают меньше глопот конечно конечно пытаться здесь забатить стан у нас в рай скинг ну просто так пугает немножечко кстати гидро хобота нам все-таки на хоботил немножко сечка денег локер очередной раз подстрелет три человека его виде здесь же кунта пытаться как его засейвить опять нелепый телепорт от саши клоппер к это же 05 от саши клоппер к как-то он сидит немножечко за очень сильно скажем так даже не немножечко ну может быть не в духе может быть пригорел с первого и же куку чуть сейчас бы не встрял бы получил здесь пульт от да здесь же хорошая трансфера от куку не очень хорошо закрывать здесь у нас скорость мага ну все же убивают они достаточно очень быстро мика любила трансфера лишняя ну не знаю не знаю там же висела сала принципе то там не стоило юзать трансферу ну решили перестарковаться вдруг кто-то прилетит спасти поскольку можешь показать сколько у нас уже у саленсер интеллекта а у саленсер кстати достаточно много интеллекта ли это минут уже десять имеет на десятой минуте участок практически каждом за месяц куда убивать здесь клоппер к за счет этого получать бусты интеллект этого героя но опять же саша клоппер то начинает наглеет не видит он здесь к команду противника но все но наглеет как-то пятым левелом играет очень из своего от саши как-то не в духе сегодня а в самоках здесь выход на мид на петуха начинали сразу врываться сад уже получает здесь фасальный демаш от queen of pain переживать и нет не переживает номера здесь сразу подкоп кунку и пункта здесь попытаться укидить же и перчик пытаться здесь убить здесь сайленсера сайленсер это не переживет и кунка вансит в деревьях и не видит здесь его queen of pain и сейчас может забрать им перчика беречка есть яйцо это ставится яйцо а папа просто под банально не успеть здесь подойти в плохой аренд от кунки и здесь же уйдет санкин вместе с кункой и неплохо в принципе разменялись лучше чем ничего убили здесь сайленсер ну и потеряли мидера команды империал здесь же санкин гидро хоботан просто не успеть здесь уйти на телепорте нет успевает очень мало жизни у него остается и он уходит буквально на ло хп свой фонтан ну что мэкшен у нас на карте хватает и здесь же на боте моментально сразу же стягивается здесь петуха и убивает сразу же здесь некрофоса некрофос ничего не может противопоставить да ничего абсолютно сразу завершается сало этот герой просто отключается уходит во второй скилл так ему еще хуже допишут 04 клокверк это фиаско братан да я соглашусь как-то саши клокверк сегодня не в духе не в духе это не в духе это что за слово такого слова не существует и сегодня клокерк пытается стп 6 она базы раз у него же получается видим был сегодня в духе поэтому он стп жил ты сейчас посмотри сколько интеллекта и ману клокверка осталось после всех этих смертей под саленсером 228 скоро будет и будем папиросить потому что ему просто маны хватает только на хукшот и на коги больше ни на что да так и есть слишком много интеллекта спалил у него сайленсер имеет уже 12 интеллекта на 12 минуте такое ощущение что как говорил дэнди не пытается минуту у него один интеллект здесь идет минуту и кстати феникс у нас вместе с кункой нет кстати у него уже есть урна один заряд и какой-то выход скорее всего будет у клокверка все-таки есть хукшот я кстати миру это не хук это хукшот такая то называть здесь ставится моментально коги за сэсс олоу ринг пытаться быстро моментально забрать здесь врачкинга ну врачкинг есть ульта у него тоже кстати та называя врачкинга а ребята то ровно как же торрент от кунки корабль здесь сразу залетает момента 10 папа спину просто начинает и лиза цадить пункт думка нами а здесь умирает занимает блокер и имперчик просто не Переживает такого колоссального демеджа от команды Кайф Лайф. И просто терпит фиаско. Это просто ужасные драки для Империал. Не подождали они здесь петуха. Белла не здесь стояла рядом практически. Провязал он здесь. Кстати, здесь Белла не Соло пытается здесь убить у нас врач Кинга. Но ничего не получается. И отходит здесь. Что прекрасно понимает, что сзади команды находятся врага. И лезть дальше на рожон не стоит. Здесь же Флокер ТПшится. Нет у него Хукшота. И Имперчик обратно перебезируется на топ. И что-то сейчас будет. Не знаю. Посмотрим. Неплохо. Во второй игре решили хотя бы попыт... Решили не просто попытаться навязать свою игру. Они это даже делают. Но перевес в принципе небольшой. Всего 2000 золота на 13 минуты. Да, Владик, я с тобой согласен. Но Империал играет просто ужасно. Просто отвратительно играет сегодня Саша Клокер. Именно на этой карте. Просто показывает худший результат из возможных. Просто фидит вражескому сайлендеру. Который так, ну, по сути, бегает. Помогает своей команде. Имеет 18 интеллекта уже на 13 минуте. И мне кажется, пора выходить уже в корр билд. Потому что это будет машина просто для убийств. Ну, Ку-Ку пытается здесь фармить. Как всегда, тратит свое время на ненужные драки. Понимает, что нужны ему какие-то итемы, чтобы убивать. Будет он, кстати, здесь варить линку. Ну, и это правильный вариант для Андрея Губы и Вальчинки. Потому что это нужный артефакт, чтобы выйдить здесь косу или другой любой скилл. Тут пушится на топе. Тайер, 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 Тайер. Ну, Тайер хоть немного отклонит Чашу Весов по золоту. Для команды Империал. И хоть как-то будет стабилизировать ситуацию. Вот все-таки у нас идет по крипстату. Войд на втором месте. Он не тратит ни время. Ни на то, что врываться некие ненужные замесы. Не отдается, не умирает. Еще как-то все киллы, которые были, были с его участием. Половина. Ну, а Саша Клокверк... Как и Некор. Он просто... Да, как и Некор. Он видит... О, брат, у меня 0.6 харденера. Да, и я буду. Что, я хуже его лишу. Да, харденеры все-таки потерпают у нас в этой игре. Ничего не могут сделать. Так, ну что, хорошо. Откроем Нетворс и посмотрим, что у нас здесь по Нетворсам. Топ-1 имеет нас здесь в Райс Кинг. Потом идет у нас Фойт и Петушара. После Петушара идет у нас Королева Боли. А там уже за ними далеко и Некрофос. Ну, что? Ну, все-таки, как ты говорил, Саленсер с таким количеством интеллекта быстро выйти никакой Core Build не сможет. Как видим, что у него всего 1600 общая стоимость. Он фулл саппорт. Но все-таки, только он прокачает курсу второй скилл. Да. Глев, он будет разваливать сильно. Давай я тебе напомню, что такое затяжная игра с таким пиком, как в Райс Кинг и Саленсер вместе с Некрофосом. Это будет очень печально, потому что я думал, что Империал возьмет раннюю доминацию и будет унижать по карте. Ну, как ты видишь, они немножко просели, и скоро у Саленсера будут стакаться интеллект, и Некро, наконец-то, выйдет в нормальные артефакты, и в Райс Кинг уже будет реально трабл для Петуха, потому что он просто может за Блиндаггера врываться в него и убивать его с порог. Он может даже не просто Блиндаггер, он сейчас покупает отдачу и стоит под ультой в отдаче, и Петух умирает сам. Да, так и... Ему даже не надо подходить к нему. Здесь же Торрент от Кунки промахивается. Здесь у нас Кунка. Дункан держит все-таки позиционку. Есть у него корабль. Войт пытается забайтить на себя. Юзается какой-то непонятный смок от Санкинга, хотя, может быть, и понятно, хочет обойти здесь спину, увидеть здесь Дункана и подкопать его. Посмотрим, как это все будет реализовано. Здесь же Клокверт подтянулся на низ, и сейчас что-то будет. Даже у нас пришел бой. Так, здесь же Санкинг подкапывает. Здесь сразу Войда. Хороший Торрент от Кунки и Сэви. Тем временем его сразу же и... Клокверт. Клокверт прорывается. Сразу моментально умирает здесь Клопа. Все-таки ребята начали играть нормально. Получает сразу Микробаш. Здесь Некрофос никуда уже не улетает. Придется Юза здесь ульту. Трансфер не забываем есть у Войда. И сразу же получает Трансферу. Сразу же умирает здесь и сам Кинс. И это минус 3 за командный Империал. Ребята собрались. И все-таки вот этот Торрент, который был от Кунки, порешал просто всю игру. Потому что был Глобал. И если до Глобалов не успел бы вылезнуть 100 Торрент, то Куку просто не пережил бы. Ну даже немного далеко были все герои от Сент-Кинга, чтобы успеть подойти и вкинуть что-то этому Войду. Только Саллентер успел закинуть первый скилл и третий. Не правда. Купа уже прыгнула сюда и ультовала. Но здесь же попала на Торрент. И вот успел пережить это Саллент и прыгнул. Не знаю, ты это не заметишь. Ну просто хорошо подловил мин Кунка и рассчитал, где будет враг находиться. Это была очень красивая Дунка. На Дунка, ну кто просто подарил своей команде 3 фрагов. Потому что без Куку никто бы не дрался бы. И сразу же... Нет. Рассасываются по карте. Будет продолжает фармить. Нету хроны. Нету смысла дальше продолжать ходить с командой. Лучше выфармить себе еще плюс пару артефактов и уже уверенно что-то делать. А команда пытается держаться втроем четвером. Империал и как-то стягивать противника. Клокок на топе, кстати, немножко на англее. Видит его здесь Некрофос. Потягивается вся его команда. Малой готов уже помогать своей команде. Гидро Хоботан также находится сзади. Сейчас будет здесь... Ловят здесь в райский сга. Есть у него, кстати, ультимейт. Нет, кстати, нет ультимейта. Не переживает, умирает. Здесь и Гидро Хоботан сейчас попытается подкинуть Саши Клокок. Саши Клокок откидает здесь батарейки. Начинает просто бить этого Гидро Хоботана по спине. И здесь под компусом Кинга переживет ли это. Этот Санкинг нет, не переживает. И почему не подкопался, не знаю. И разбивается Клокок, и Саша Клокок отходит. Здесь же Некрофос подстреет. Пытается здесь убить Кунку. Ничего не пол... Нет, все-таки получается убить здесь Кунку. Но здесь же вместе с Фениксом Скай и Макс просто разбирают его на части. Минус 4 за Империал. Потеряли только Харрис. Только четверку от команды Империал. Парни повеселились. Клококок немного поумирал. Посмеялся в Тимспике. Скорее всего. Вместе с остальными парнями. И теперь мы смотрим просто. 4 тысячи перевеса за Империал. Первые две строчки. Уже Империал. Панетворцам уже Империал. Войт дальше фармит. Ему никто не мешает. Вынес свою линку. Сейчас начинает делать Диффуза. И что делать команде Кайф Лайф? Да ничего не делать. Надо им собраться. Все-таки у них доминасты-то есть. Артефакты имеются. Просто немножко лучше навязывать драки. Не лезть просто на рожонок. Не ходить по одному. А тупо массой собираться в пятером. Потому что по-другому они драться не могут. Если здесь кто-то здесь ловит. Какой-то Скаймах вместе с Кункой. То обязательно нужен какой-то подсейф от Санкинга или Сала. Но их не всегда они рядом. Поэтому. Получается вот такие драки. Пока команда переобазируется. Они просто умирают по очереди. И это братскую могилу все равно. Согласен. Согласен. Имперчик выносит себе уже медал. Симеет здесь уже урну. В принципе достаточно давно. Остается здесь хорошего варса. Сразу моментально Куга метки. Два стажа Клопп измерения. Здесь Аркан Руну. Сразу Кук шотится. Получается здесь стажа Global Silencer. Будет здесь гонка за Дискодопланом. Нет. Все-таки не будет. Отпускают его. Понимаю, что нет смысла дальше лезть. И Кунг оставит здесь сентри вард. Пытается здесь прочитать вард. Варда здесь нет. Global был немного потерян. Почти в никуда. И вот сейчас придется 2 минуты как-то ходить. Прятаться от Вайда с Куполом. Чтобы не попасть в него. Да. Все-таки думали подсейвят этим. Все-таки Queen of Pain. Но по сути так Лотвер дал все, что можно. И я не знаю зачем был он юзан. Видимо перестраховались. Думали может быть Петух сзади. Или может быть даже Феникс. Поэтому решили все-таки провязать Global. Чтобы спасти Кора. Команды. Мейн кэри команды. Кайфлайв. Сейчас ребятам из Imperial надо очень хорошо реализовать драку. Есть Купол и нету Global. Поэтому. Так. Ижается здесь Торрент. Ижается максимально быстро корабль. Переживет здесь. Сайленсер. Иживает здесь Сайленсера. Но по сути здесь с него пользы нет. Так как он прожил свой Global Сайленсер. И здесь же Клоквер. Вместе уже с Бладмейлом. Пытается здесь Санкин заселить здесь Queen of Pain. Но в этом не нужны. Сейчас яйцо разобьется. Разбивается здесь яйцо. Иперед здесь терпит фиаско. И Войт на то по чуть-чуть сбритит здесь линию. Ну и Скаймах тоже самое делает. Не знаю почему здесь. Ребята играли 3 в 5. Для чего это было. Но Queen of Pain не гонится здесь за Клоквер. Но заметь. Даже играя 3 в 5. Они потеряли только Феникса. И стянули все ресурсы карты. Они даже еле забрали Феникса. Чуть сами не потерпели поражения. Санкинг ушел на лоу хп. Банша. Квапа ушла тоже. Почти на половине. Чуть меньше даже половины хп. Умер Сайленсер. То есть размен один в один был. И пара героев на грани смерти. Ну да. 3 в 5. Был такой замес. Смотри у нас уже у Петуха имеется. Упсор здесь моментальная хроносфера. От Войтас. Умер Адесникрохот пытался здесь поцелить его в Райскинг. Но ничего не получается. И не забываем что уже есть еще и у Райскинга. Кстати даггера нет еще. Даггера есть только на Гладмейл. Дискодоплот в соло убивает. Здесь у нас сам Кинга вместе с командой в соло. Ахару думал что в соло нет. Команда была всегда рядом. Помогла здесь убить. Здесь Саша Клокверха. Здесь Грин оф Пейн. Вот сейчас стрятка. Участь здесь ТРН. Он конечно же умирает. Но есть еще и Клокверх. Рядом есть батарейки. Узайца Глобал Сайленсер. Который по сути опять не нужен был. Зачем ты юзайш Глобал? Зачем? Квопа не может выпрыгнуть с батареек или что? Я не понимаю Андрей. Для чего было? Под батарейками она выпрыгнуть не может. Но она бы там не умирала. Там была близкая команда. Они успели бы подойти. Тот же самый в Рыске. Здесь же Став уже откидут с Кохами. Здесь Саша Клоквер просто рофлит. Немножко не подпускает здесь на хайграунд. Команду врага. И же Сайленсер ставит здесь. Обс максимально быстро. Саша Клоквер попытался здесь юзнуть батарейки. Сейчас будут ли юзаться Кокер. Коха 1 секунду. Юзаться Клоквер двоих. Просто двоих нагло убежается. Сейчас может немножко подстрелять. Ну просто нагло убивает два героя. Команда Империал. Просто вместе с Имперчиком. Саша Клоквер зажимает здесь их тиски. И Имперчик палит своим лазером. Здесь же Мин оф Фейн. Патриот получает здесь корабль. Получает здесь торрент. Эвейнсер это все. И уламе откидывается. Получается Глобал Сайленсер. И все. От Сала просто умирает от Сала с Гаймага. И не прерывает здесь уюту с Кайрус Мейджа. И отправляется три героя в таверне. И здесь Ку-Ку просто в соло здесь находит. Сам Кинга. Гидро Хабадан тоже отправляется в таверну. И как-то все провально. Я не знаю. Ну вот минута о батарейках. Ты видел, что Некрофос замахивался раза 4 косой в Клокверка. Но не мог. Потому что батарейки сбивали каждый раз каст. Ну да. Да, ну я все равно не понимаю, почему так слабо начали. Вроде как хорошо, хорошую доминацию начали получать кайф-плайш. И просто в один момент на империал. С помощью одного драку. Да. Задавили на скилле. Просто задавили на скилле парней. Они сделали какую-то маленькую ошибку. Они воспользовались и перевернули игру. Уже 10 тысяч перевес на 24 минуте. Особо даже нечего говорить. Тут как-то перевернуть эту игру для команды кайф-лайф, конечно, можно. Но немного не с таким уровнем исполнения, когда скиллы проживают. А здесь же в Райс Кинге имеет у нас здесь культ. Убивает его здесь в Райс Кинга. И сразу Реинкарнация. Получает здесь сразу Сайлендс. Получает корабель. Не доходит до него. Корабель все-таки доходит. Очень мало жизни у него. Все-таки умирает с помощью урны. И Феникс его добивает. Здесь же Сан Кинг может здесь немножко подстрять. Здесь же Кунка. Получает культ от Некрохотса. Умирает здесь Кунка. Ходится здесь за Фениксом. Пытается здесь его догнать. И Квин оф Пейн видит у нас прыжок. И получает же Сала. Пытается здесь уйти Феникс. Хороший подкоп от Гидрохоботана. Пытается здесь сделать ТП-аут. Скайрус Майши получает ульту в лицо от Квин оф Пейн. И отправляется в таверну. И минус 4. Убили в Скин Кирилл. Ну, а только, как всегда, мы говорим, что уже ничего не может быть. Приходит замес. Делается минус 4. Сразу 3000 перероворота. Ну, 3000 не сильно много, но приятно. Потому что появятся какие-то новые итемы. Прости, я просто отвлекаюсь. Не сдавайтесь. Противник отвлекается на меня. На меня. Да, просто у нас было не пишет. Противник отвлекается на меня. Не сдавайтесь. А, Ксюша пишет. Просто это я играю на сале. Global Silence, да. Ксюша любит такие. Давай Global Silence. И все-таки самое страшное. Сейчас у этого сансера 22 интеллекта. Сейчас он начнет качать глефы. И когда он начнет резать с ручки, тот же самый Клокверк начнет отлетать довольно уже быстрее. А, кстати, Адруша, развань. Пожалуйста, Ксюша. Он не знает как. Ну сейчас, мы разберемся в конце. Адруша, на минутку, это чистый урон у нас идут? Глеф и Саленсера второй скилл. Да, чистый урон. Это чистый урон. Чистый. Любой герой будет потерпать. Это 22 интеллекта. Плюс у него 100 интеллекта. Там такой процент будет выходить, что просто дополнительно уже под сотку урона выходит чистого каждый удар. А бить он будет хоть не так быстро, как хотелось, но будет. Хотя, когда он купит себе глимер, то есть это плюс шедо амулет, еще плюс немного скорости атаки, и нарезать уже с ручки будет. То даже в Айду уже будет чувствоваться понемножку, что его бьют. Мне кажется, ошибку сделали здесь команду Кайфлайф. Все-таки после такого буста интеллекта на Ласса Линсер выходить в Форстаф, так чтобы переживать Коги, переживать любую из других комбинаций. И Еула, и дать возможность Санкингу после Даггера просто покупать ворды, потому что он реально могли просто Санкинг сделать хорошего кора, и могут что-то помещать. Может, они сейчас хотят слапнуться, потому что Санкинг получил то, что он хотел, и может, сейчас они к этому и придут. Как раз он сейчас покупает глимер, чтобы немного дольше жить. Потом может пойти какой-то Форстаф, который можно переделать в пику, который даже тоже немного выживаемости и скорости атаки. Знаешь, хотелось бы в это верить, но мне кажется, все-таки игра здесь скоро подойдет к концу. Уже ребята настроены забирать Рошана. Фессис Флайт у нас имеет уже Монту, скоро будут уже выходить в Фузал, и я даже представляю, когда он прыгнет, сколько ДПС он сможет нанести вражеской команде. Это просто не пересчитать. Топ Нетворк, кстати, имеет у нас здесь Ку-Ку, и на втором месте у нас только идет Фрайс Кинг. Ну, а Ку-Ку понятно, что у него топ Нетворк. Он не участвует в лишних замесах, когда он просто фармит игру. Здесь же, видит здесь он его в Райс Кинг, прожимает здесь Блэд Мэйл, сразу же Ку-Ку прыгает, и боты на нем какой-то выход, Кин оф Пэнк, кстати, имеет здесь у нас практически ничего, только Юлай и Дискорд, я думал, у него имеется Орчет, но нет, Орчета у него нету. Хотя Орчет не помеха, так как есть вот эти два артефакта, которые абсолютно не выйдут все. В мидях какой-то замес был, подцепили здесь Сайланса с помощью Скарус Мага, Страсхраус, Страсфера, и сразу же максимально быстро Империя, где-то ее зайтицой, убивает сразу же этого Некрофоса, и будет сразу же пушиться мид. Как же четко это было все сработано, было максимально быстро все сделано, это реально как уровень игры, Империя показывает всегда очень хорошую. И вот, выключили двух героев, и непонятно что делать, потому что без Сайлансера вы не можете сразу ворваться и что-то делать, потому что вас забросают скиллами, без Некрофоса, и вы не можете кого-то просто инстальным уроном быстро выбрить и убрать за косу. Это фиаско, это реально фиаско. Это уже не фиаско, это крах. Фиаско есть крах. Начало конца. Это следующий левел. Next level краха. Next level краха. Это фиаско. Ну что ж, ну все плохо, команда, я все-таки думал, кайф лайф, смогут как-то показать себя в этой игре. Ну, начало было достаточно неплохое, но мне кажется, начало было неплохое за счет того, что Саша Клот как очень много фидел на линии, я думаю, ну, Империал не помешало, конечно, это, выиграть другие линии. Ну, что ж. Я уже спланирую, я уже спланирую с тому, что они просто решили порофлить и сказать пацанчикам, ну, поубивайте нас, почувствуйте себя там. Ну, я думаю, Саша там, пиво себе на штаны пока разливал 0.6, там уже было, он такой, ой, я пока высох поцелу сейчас. Не-не-не-не-не, это пока он открывал было 0.6, когда открыл уже все, все уже на фиаско. Открыл пиво и здесь же счет пошел совсем в другую сторону. Ну, окей. Пишут в чате, что чат умер, да, так и есть, ребят, чат умер, потому что сначала у нас умерла дота, потом уже умер чат. После этого, жалко, что, конечно, во время для вас Ксюша спела неплохую песню, так что мы как-то реабилитировались немного за счет этого. Все-таки, по твоему мнению, есть какая-то возможность идеального замеса, чтобы могли камбэкнуть? Ну, давай, давай возьмем так. Вот, ставит трансферу в свою команду абсолютно всю. Здесь же Санкинг кастует ульту, здесь же прожимается сразу после трансфера Глобай Саленс, ребята все подходят в пятерых и Некор просто ультует какого-то кора, тем я не знаю. Я думаю, здесь ничего комментировать я здесь не буду. Гидро Хопотан, участик много, многих ланов по чудоте. это пипец, это просто рыб, инвалидов просто на коляске, я не знаю. Они писали, что у них там 3К-эвэрыш, у них не минус 1000, а минус 3. Можно я буду так комментировать, на игру просто на другого и недостойно. Давай просто посмотрим на катапульту. Давай смотреть на катапульту. Вот это самый важный персонаж, что ты играл. Это катапульта. Стэндин. Поверяй. Ладно, это было очень смешно в Работхабутке Литерпах Хопотана, но здесь же реабилитация получает здесь купол. У нас здесь некропа, также кораблем по лицу, сразу же ставится имперчика ульта и никто здесь не убивает яйцо, сразу же умирает здесь два персонажа, остался последний Лола Бонз и умирает здесь сразу же с реинкарнацией. Клопали Вайт, это ГГВП и команда Империал берет 2-0 на этих картах двух. Не могу сказать, что это были прям интереснейшие игры. Я знал, что, в принципе, победит в этой карте империал в каждый момент считается наисильнейший команд на этом турнире. Поэтому пожелаем дальше удачи и с вами был я, Владислав Амейзинг и Владислав Неамейзинг. И был Владислав Амейзинг пока что, ребята. И насчет чата, то, что вы пишете по поводу имморталок, это сейчас будет у нас разбираться господин Адруж, кто предсказал, кто что сделал, никто не забыть, ничто не забыто. Имморталка будет на Баньшу юбка. Да, да, ребят. Ну что ж, все, с вами были мы. Мы прощаемся с вами и на данный момент сейчас отправляем к вам Адружа.